А почему вот именно эти щи грибные, такие вкусные, потому что здесь все пропитывается грибами, и капуста, и лучок, и все это вот, скажем, томится так на сковородочке. Кнопочки, кнопочки, слушать не устану я, вся Россия любит вас, кнопочки баянные. Кнопочки, кнопочки, слушать не устану я, вся Россия любит вас, кнопочки баянные. Ой, да ты, Калинушка, ой, Размоленушка, Ой, да ты не стой, не стой, на горе крутой Я очень люблю щи, как говорят, сумиш, есть такое выражение, русское выражение, что такое сумиш, то есть капуста квашеная и капустка свежая. Чем хорошо готовить на даче, тем, что можно сразу раз и в кустике, и водичку слить. Ой, ой, я начинаю плакать, ребят, все, лук, пожалуй, я знаете, как сделаю, чтобы не плакать. Капустка тоже с нашего огорода выросла, и так режем капусту, ну как, опа, видишь, какой у нас стол живой, подержите, ага, чтобы у нас грибы не убежали. Мы живем в многонациональной стране, и нашу Самарскую область веками населяют разные народы. У каждого своя культура, религия, язык, обычаи и кулинарные пристрастия. Знакомство с национальной кухней других народов помогает понять чужую культуру, а значит, сближает людей. В нашем многонациональном крае кулинарные традиции разных народов смешались. Казалось бы, похожие блюда имеют разные названия и разную историю возникновения. У каждой семьи есть свой рецепт традиционного национального блюда. Мы покажем вам кухню народа в Самарской области. Щи – национальное русское блюдо. Горячий суп на основе свежей или квашеной капусты. Считается, что щи начали готовить в IX веке, когда русский народ познакомился с привезенной из Древнего Рима капустой. Щи бывают мясными, грибными и рыбными. До появления на Руси картофеля в щи добавляли муку и крупы – классический старорусский рецепт щей с мочеными яблоками. Постные щи можно есть во время христианского поста. Щи употребляли все слои населения, а замороженные щи брали с собой в дорогу. И сегодня щи являются основным первым блюдом на столе русской семьи. Сегодня мы в гостях на даче у нашей замечательной семьи Масеева-Хогуляева. И мы с огромным удовольствием вместе с вами будем готовить сегодня щи по-русски. А щи у нас сегодня не простые, а грибные. Это моя дочка Лена. Леночка, давай режь грибы. Грибы. Давай, сразу рассказывай, каким образом мы их будем резать. Пополам. Пополам режем. И еще раз пополам. Да, да, да. И вот так. Поменьше. Нет, давай, нет, не поменьше. Давай, покажу. Просто так. Раз, два. И все. И все. Ну, достаточно так крупненько. Да, хорошо. Здесь еще обязательно должны присутствовать сухие грибы. Сухие грибы мы тоже собирали сами в лесу. Насушили их. Вот. Их обязательно нужно помыть. Я их предварительно, конечно, помыла. Хорошо. А сейчас зальем кипяточком. Так, залей. И пусть они постоят, настоятся, они станут мягенькими и отдадут весь аромат. Ты мне порежешь обязательно картошечку. Давай попробуем. Катя, обыкновенно, как... Да, 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 пополам. Вот. Сегодня мы все готовим. Да, и вот, и вот, и вот. Все. Поняла? Сегодня я хочу приготовить русские щи. А для начала, конечно, у меня варится мясо, говядина. Я ее поставила уже довольно-таки давно, потому что говядина диетическое мясо, но довольно-таки долго оно готовится. Оно у меня готовилось 2 часа, да, 2 часа. Все замечательно, потому что мясо свеженькое, молодое, даже немножечко развалилось. Так, я его вытаскиваю. Вытаскиваю для чего? Все, чтобы запустить капусту. А капуста у меня не просто свежая капуста. Я очень люблю щи, как говорят, сумиш. Есть такое выражение, русское выражение, что такое сумиш. То есть капуста квашеная и капустка свежая. Вот я беру квашеную капусту и буду запускать квашеную капусту. Ну, я тоже, как говорят, на глаз делаю, где-то вот такая мисочка на такую вот большую костюль. Потому что лучше, чтобы было побольше продуктов, чем поменьше. Вот я капусту все докладываю, мешаю. Ну и квашеная капуста, она довольно-таки долго варится. Наверное, с полчасика мы ее поварим. Ну, так как это у нас мясо грибной, а щи, здесь должна обязательно присутствовать капустка. Я, наверное, сама порежу капустку. Ну, как в обыкновенные щи режем капусту. Так, давайте мальчишкам тоже задание дадим, да? Андрей, Артем, ваша задача почистить картошку. И такие у нас щи будут, щи дружбы. Вот так порезали капусту, порезали картошечку. Все ингредиенты приготовили. Наша Леночка Гуляева там уже с грибами, по-моему, справилась. Да, 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 почти уже. Это шампиньоны. Мы обжариваем сначала, тушим, обжариваем вот все эти ингредиенты. Только оставляем одну картошку, которая потом запускается, ну, как бы вместе, как в щи. Обязательно добавляем на дно сковородки подсолнечное масло. И в первую очередь мы с вами, конечно же, кладем наши грибочки. Потому что, как бы, мы их обжариваем первыми. Обязательно, да, хорошую, большую луковицу. Такую, чтобы, знаете, такая смачная была, чтобы побольше аромата было тоже. Нужно разбить яички вот сюда вот. И разбиваем яички тоже так же приготовленные. Приготовим, чтобы они были у нас готовы. Это, как бы, к финалу мы готовимся. В самый последний момент они добавляются. Катюш, ты возьми их вот так немножечко, помешай, чтобы они все, так скажем, взбели. Как только у нас грибочки, скажем, немножечко свой сок отдали и начали немножко жариться, мы добавляем с вами капусточку и лучок одновременно. Следующий у нас этап – свежая капустка. А пока варится квашеная, я буду нарезать свежую капусту. Я очень мелко не люблю резать. Женщина русская, мне нравится так, довольно-таки крупненько. Квашеная у нас, наверное, тоже проварилась. Проварилась. Я закладываю вот свежую теперь капустку. Ой, аромат какой у нас оттуда уже замечательный. Так вот, я запустила свежую капустку, закрываю крышечку и, наверное, я поставлю, не наверное, а ставлю на большую. Комфорку – это вот у меня самая маленькая комфорочка. Вот, поставлю на большую для того, чтобы она сейчас закипела, а потом мы избавим огонь. Картошку я люблю нарезать. Вот, и причем режу тоже вот на доске, вот такими кубиками. У меня так вот дочка любит, мама любит. Я вот как люблю русскую пищу, так же люблю русскую песню. С самого раннего детства я всегда пела. И ничего другого, как вот замечательной такой профессии, я не представляла себе. Я всю жизнь на своем месте. В общем-то, в профессии я безумно счастливый человек. Никому не поверю, что другую ты любишь. Приходи на свидание, и меня не тревожь. Неужели в моем сердце огонечек покушаешь? Неужели тропинку ты ко мне не найдешь? Сейчас я запускаю свежий наш перчик болгарский. Ой, какой он красивый. Лук, еще лук, я не почистила лук. Но я, заметьте, я никогда ничего не обжариваю. Все домашние мои очень любят вот такие щи, когда я все просто запускаю без всяких-всяких обжаров. У нас есть томат, свежие помидорки. Вот мы 2 или 3 сейчас запустим помидорки. Ой, ой, я начинаю плакать, ребят. Все, лук. Пожалуй, я знаете, как сделаю? Я разрезаю на 4 части одну луковицу и запущу ее тоже туда. А второй мы меленько порежем. Вы знаете, я, пожалуй, и картошечку запущу. Так, пусть все это томится. Так, сейчас нужно подсолить. Я еще не солила. Так, Леночка, это я даю тебе, а лук давай мне. Я сейчас, вот, уже на сковородку пойдет. Вот, а ты вот, на, пожалуйста. Порезать, да? Да, порежем немножечко помельче. И тоже это все на сковородку пойдет. Хорошо. Это все будет у нас здесь одновременно тушиться. Аромат пошел. Запускаем картошечку. Потому что какие еще без картошки? Наверное, основа нашей забавушки, это наша семья. А так как Леночка у меня, скажем, всегда под рукой, она была моя первая помощница прям с первых дней. Я росла, я там росла. Мама мне помогла, скажем так, определиться именно как в профессии. Песня. 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 И вливать. И лучок, Леночка. Ты приготовил уже? Все, сейчас мы его так же сверху. О, какие наваристые получились у нас русские щи с грибами. А, у нас запах капула. Леночка, давай сама запускай зелень. Чтобы приготовить грибные щи по-русски, вам понадобится 5 литров воды, 500 грамм грибов, шампиньонов, сыры и 100 грамм сухих грибов, 400 грамм картошки, 300 грамм капусты свежей, 2 луковицы средних, 1 морковка средняя, 100 грамм подсолнечного масла, 2 сыра яйца, соль по вкусу, а при подаче обязательно посыпьте зеленым лучком и добавьте ложку сметанки. Для приготовления русских щей по моему рецепту вам понадобится 1,5 килограмма постной говядины, капуста квашеная 200 грамм, свежей капусты пол вилочка такого небольшого среднего, 3 штуки картошки, морковь одну большую, 1 большая луковица, болгарского перца 2 штучки, помидоры 2, лавровый лист по вкусу, соль, перец тоже по вкусу и пучок зелени. Давайте пробовать. Немножечко они у меня такие получились густые, но по-русски. Ну, я вначале на дочки, да, положу. Вы не против? Нет. На, моя хорошая. После детей идет мужчина, как на исповеди. Ну что, пробуем? Про хозяю. Приятного аппетита. Так, пробуйте, пробуйте. Да, приятного аппетита. Рецепт дружбы народов состоит в том, чтобы ценить традиции, традиции своего народа, традиции всех народов на земле. Эх, ой, ой, моя гормой, да, если пролети, на работаю реку. Эх, ой, ой, моя гормой, да, если пролети, на работаю реку.